Построение выкройки производим в программе Книдстайлер с этого мы начинаем вязание если у вас нет программы Книдстайлер либо не умеете ей пользоваться вы будете то же самое выполнять на бумаге то есть я буду ставить точки и рисовать выкройку в программе вы будете точно так же рисовать выкройку на бумажной основе для того чтобы вязать на вязальной машине нам не нужна выкройка в натуральный размер нам нужны сантиметры которые мы потом можем пересчитать в петли и ряды поэтому если вы хотите можете строить натуральный размер если вы хотите можете строить схему если вы хотите можете пользоваться линейкой закройщика либо программой итак начинаем с того что делаем сетку первая точка и уже относительно этой первой точки мы с вами будем рисовать выкройку сетка представляет из себя ширину и длину изделия длина изделия у меня 37 сантиметров откладываем вниз 37 сантиметров и сторону сторону объем бедер объем бедер мы берем пополам то есть у нас есть объем бедер реальный 94 сантиметра это уже со свободой облегания мы делим пополам получаем 47 но для того чтобы было удобно считать беру 48 и так 48 сантиметров это наш фактически объем бедер дальше высота сидения у нас определяется по формуле объем бедер мы делим на 2 и прибавляем 3 4 сантиметра объем бедер 48 делим на 2 получается 24 плюс 3 сантиметра 27 итак от верхней точки вниз откладываем 27 сантиметров это наша линия шага и делим нашу выкройку пополам для того чтобы была середина изделия 48 делить на 2 это 24 и 24 24 24 и и и и потом эту линию уберем поэтому я ее не провела до конца мне нужна вот эта вот точка по линии шага определяемся с размером линии шага конечно она не останется такой же мы ее меняем от центра который мы с вами нашли влево откладываем спинку все традиционно справа перед слева спина спинка представляет из себя мерку объем бедер делим на 2 и прибавляем 8 сантиметров так объем бедер у нас 48 делим на 2 и прибавляем 8 сантиметров 32 сантиметра это спинка перед объем бедер делим на 2 и плюс 3 сантиметра 48 делим на 2 и плюс 3 27 сантиметров это перед так извиняюсь не туда 27 вот центра это перед теперь задача сделать закругление делим пополам от талии до линии шага расстояние это у нас 27 27 делим на 2 получаем 13 с половиной вниз получили точку и в сторону от в принципе смотрите мы можем немножко заузить линию можем оставить как есть здесь не принципиально просто потому что у нас все равно будет вставляться резинка брюки но можно и сделать небольшое заужение 2-3 сантиметра этого будет достаточно соединяем точку которую получили 2 сантиметра вверх точно так же откладываем 2 сантиметра потому что спина получается длиннее чем перед то есть нам надо компенсировать разницу между передом и спиной ну в женской фигуре наличествует попа говорю прямо и нам нужно поэтому поднять заднюю часть детали на пару 2-3 сантиметра смотрите если у вас задняя часть тела выдающиеся берите больше мы если вы не будете компенсировать вязанием разницу между передом и спинкой у вас просто будет все время сползать сзади ваше изделие поэтому поднимаем тоже на 2 сантиметра и соединяем уже данную точку точку середины между талией линии шага а то что у нас остается закругляем вот это у нас задняя линия перед с передом все проще мы можем взять и точно так же 13 с половиной можем сделать можем передом проще потому что он не настолько выдается в сторону и соединяем так 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 соединяем две точки вот таким вот образом теперь что касается нижней линии у нас здесь 48 а объем ноги 54 для того чтобы не было туго поэтому мне вот эти вот точки нужно немножко разнести в сторону 54 минус 48 6 то есть на 3 сантиметра я могу каждую точку подвинуть ну давайте на 2 с половиной чтобы не было слишком свободно двигаем одну точку так и убираем линию которая не нужна и двигаем вторую точку и убираем вторую линию которая не нужна соединили вверх и середину убираем лишние точки если они у вас есть убираем вот это выкройка брюк все мы с вами построили классическую выкройку брюк для женщины она готова но у нас с вами еще есть разрезы и еще есть карманы то есть давайте пишем это основа первая часть и сейчас мы эту основу которую получили будем резать на кусочки и получим среднюю часть на которой находится собственно сам карман начало спинка от спины от линии сидения от линии сшивания на фигуре в сторону середины откладываем 17 см почему 17 см потому что для моей модели такого кармана достаточно от линии сшивания по переду откладываем в сторону 10 см эти мерки мы вывели исходя из того из фактической фигуры то есть мы прикинули на фигуре посмотрели где мы хотим иметь карман относительно центра спины и центра переда вот такой вот у нас карман он находится не в середине то есть у нас детали разного размера получаются и теперь проводим линию от края до края то есть от верха вниз 23 и вверх 13 с половиной то же самое делаем со спинкой так выглядит наша основа основа 1 добавляем сейчас эту основу 1 мы будем корректировать мне нужна спинка поэтому стираю все что не касается спинки убираю лишние точки и называю это спинка перед то же самое убираю все лишние точки спинки называю это перед середина убираю перед спинку да вот эта точка мне не нужна вот эти точки мне тоже не нужны чтобы не путаться соединяем все что остается назвали серединой и карман представляет карман представляет из себя ажурную часть которая на 10 сантиметров ниже чем основа здесь здесь у нас 21 от этой точки 21 в сторону убираем лишние точки и называем это середина ажур все собственно на этом выкройка готова у нас у нас есть спинка которую мы провязываем у нас есть перед готовый у нас есть середина не забудьте что у нее есть скос поверху и у нас есть середина ажур кармашек больше ничего для брючек не надо по такому принципу вы строите абсолютно любые брюки на любую фигуру это выкройка видите нам нужна только длина изделия и объем бедер по этим двум меркам мы с вами можем построить выкройку брюк поэтому мы не предлагаем вам готовую выкройку видите насколько просто она строится идем дальше в рисование ставим свою петельную пробу которая у нас есть и переходя в вязание мы отслеживая убавки прибавки здесь в данном случае их нет если у нас перед или спинка здесь убавки прибавки есть вот они они у нас прекрасно прорисовываются сделали прибавку сделали убавку не забудьте когда вы дойдете до точки начала линии шага поставить метку вот тут вот в этой точке по переду обязательно поставьте чтобы место при сшивании когда мы будем соединять полотна уже вам не пришлось выискивать где вы там сделали первую убавку ставьте здесь метку метка это просто узелок из пряжи контрастного цвета не завязывайте сильно одного узелка достаточно просто чтобы у вас была точка соединения деталей что касается ажуров галерея программе гигантской огромной вы можете брать не ажур вы можете брать любую отделку какую хотите если вы хотите у меня панчлейс причем панчлейс который я тоже взяла из программы я беру панчлейс показываю все фильтры то есть мне фильтруются все панчлейсы которые представлены в программе я выбрала бабочек вот они 126 номер из первой галереи вот этих бабочек я провязала в виде панчлейса вот так они выглядят вот так уже они у меня и получится если у вас нет возможности вязать панчлейс вы можете вязать обычные ажуры смысл этих кармашков и смысл дырочек отверстий в том чтобы через карман через вот эту накладку которую мы будем с вами вязать проглядывала основа цвет то есть у меня под белыми бабочками из-под белых бабочек выглядывает основа синие брюки то есть такой интересный эффект вы этого можете не делать если не хотите вывязывать какие-то сложные конструкции итак есть бабочки есть так сейчас минутку середина ажур берем бабочек накладываем и двигая применяя либо возможности программы двигаем этих бабочек либо вяжите как есть на ваше усмотрение можете подвинуть немножко так чуть-чуть этих бабочек для того чтобы они более-менее ровно у вас находились так давайте вот практически ровно сейчас еще чуть-чуть выровняли лишнее сотрите эти вот хвостики не нужны выравниваем края у нас должны быть чистые то есть по самому краю провязывать ничего не надо потому что это у нас шов и таким образом выровняв бабочки наши которые получаются вы можете провязать либо ажур либо панч лейс по данному узору узор можно распечатать то есть вы можете эту бабочку вязать в виде ажура да тут две подряд дырочки не забудьте если дырочки такие большие делайте их в разные стороны перенос петель вы можете выполнять эту бабочку по одной по одному отверстию потому что панч лейс позволяет делать хоть хоть три отверстия ему все равно если вы будете вязать ажуры то эту бабочку нужно будет немножко подкорректировать под под то вязание которое вы будете выполнять вы можете брать любой другой узор вы видели что галерея огромна итак бабочка есть выкройка есть вязание будет отслеживаться вы будете провязывать либо по перфокарте либо по компьютеру либо руками делать ажуры и наша задача пойти теперь и провязать шорты мы это сделаем очень быстро и надеюсь без проблем если у вас нет программы вы не умеете ей пользоваться вы делали выкройку в ручном варианте значит прорисовав конструкцию в натуральный размер либо в масштабе при помощи линейки закройщика делайте петельную пробу и делайте привычным образом как вы привыкли выполнять расчет вязание не очень сложно я думаю что вы справитесь а вообще программу конечно лучше знать потому что сильно облегчает работу по крайней мере расчета делать не надо и за нас за вязанием следит сама программа указывает мне где делать прибавки где делать убавки поэтому вязание идет гораздо быстрее и без ошибок итак выкройка есть расчет есть рисунок есть идем вязать начинаем вязать шорты спереда у меня 32 петли в работе по указанию программы 32 петли 17 слева 15 справа до начала первой убавки либо прибавки я провязываю 7 рядов и смотрю что мне нужно у меня стоит с плюсиком единичка без минусов значит прибавка ну и по контуру я вижу что это прибавка и так вяжем прибавку на следующая прибавка у меня будет через 12 рядов указание программы однозначно следите за ними и вы провяжите деталь без каких-то проблем потому что не обязательно подключать какие-то приборы адаптеры либо к неставер к машинке если у вас это невозможно можно просто руками перещелкивать линейку и вы будете следить за процессом вязания итак мне нужно прибавить одну петлю прибавки можно выполнять любым удобным способом я сейчас выполняю ее декером и занимаю освободившееся место слева петлей ниже лизащего ряда прибавку выполнена следующая прибавка у меня будет через 12 рядов на 19-ом ряду и провязываю до 19-ого ряда на 19-ом ряду и провязываю до 19-ого ряда 19-ом ряда прибавка с той же стороны здесь удобно вязать потому что с одной стороны у меня идет прямая все все а все контуры мы провязываем слева справа когда мы будем вязать зеркальную деталь мы все контуры будем провязывать слева прибавку выполнена следующая прибавка через 6 рядов мы видим единицу с минусом это значит что мы начинаем линию шага это уже первая убавка и как раз в этой точке мы должны поставить метку для того чтобы не потерять линию соединения провязываем 6 рядов и делаем убавку 25 ряд убавка с правой стороны но прежде чем я буду убавлять петлю я делаю меточку в принципе могу убавить на мою первую убавку но метку на данную точку мне обязательно надо поставить меткой является любая контрастная ниточка любой хвостик который мы завязываем на той петле которую хотим отметить завязали даже повешенную грузик чтобы оттягиваться и следующую убавку мы будем выполнять уже через два ряда на 27 на 27 ряд два все теперь метки какие не нужны 27 следующие через 4 ряда на 31 убавка и так далее то есть слушая указания программы вы можете провязать все детали провязывайте две детали переда не забудьте в зеркальном отражении две детали спинки не забудьте в зеркальном отражении две детали серединки тоже не забудьте что они вяжутся в зеркальном отражении и так у меня должно получиться 6 деталей прежде чем будем вязать отделочный карман и после того как провяжем карманы нам останется только собрать уже готовые шорты. Итак вяжем шесть деталей кулиркой по указанию программы. Провязали основные детали наших шортиков, теперь мне осталось карман, ажурная вставочка. Вяжу я белым цветом, узор панчлейс, рисунок я выбрала программы Каннистайлер, раппорт вы получили. Если вы вяжете вручную, вы можете вязать просто используя раппорт, пересаживая петли, делая ручной ажур. Вы можете использовать другой узор, если вы вяжете при помощи электроники, точно также получили файл, который соответствует этому узору. И сейчас самое главное выставить правильно настройки каретки и программы. При вязании электроникой самое главное поставить датчики в соответствии с указаниями программы. Поставить установки на каретки. Если вы ошибаетесь, если вы не знаете к настройке, не надо дожелать в инструкцию, программа сама вам все подсказывает. Видим количество игл в работе. Слева 25, справа 24. Панчлей с ажур без декировки на установку на каретки на L. Две нити. Она к сожалению не показывает какая отделочная, какая основная, но основная идет в основной нити водитель, катушечная либо тонкая мононить, вдобавочная на второй номер. То есть двойка это катушка либо мононить. Итак, установили еще самое главное, чтобы у вас каретка четко стояла со стороны указанной программе. То есть у меня каретка слева. Установка на узор есть, плотность стоит, количество рядов соответствует указаниям программы на счетчике. Выполнила подгиб самый обычный на окулирке и теперь могу приступать к вязанию бабочек. Для того чтобы у меня подгиб оказался сверху, бабочки перевернуты вверх ногами. Этот файл вы и получили. Бабочки вверх ногами. Если вам не нужны бабочки вверх ногами, вы будете делать обратный подгиб как на шортиках. Вы можете вязать как есть, потом сделать просто при окончании вязания обратный подгиб и у вас получится то же самое. При электронном вязании вообще не важно сверху вниз или снизу вверх. И так установки стоят, все настроено, начинаем вязать. Нажимаем старт программе. Загорелись зеленые датчики, можно вязать. Первый ряд очень аккуратно. Все. Рожжим спокойно и езжим. Узор провязывается. Никаких резких движений не делайте, не дергайте нить. Катушку либо мононить и основную нить разносите в разные места, то есть не оставляйте их в одной коробке, потому что они будут путаться. Запутанная катушка не даст вам вязать. Так видно, что узор пошел провязываться по поводу отдельных емкостей. Видите, что у меня основная коробка для пряжи не лежит основа. И дополнительно любую коробку берете, кладете туда катушку либо мононити для того, чтобы они не путались. Катушечная либо тонкая нить будет бегать по коробке, запутается в основной и вязание у вас может быть испорчено. Итак, провязывайте два одинаковых элемента. Это наши кармашки. Итак, у нас с вами восемь деталей. Два кармана и основа. Разбираем детали так, чтобы мы сейчас могли их соединить. Шов сиденья мы будем сшивать традиционным способом, а карман вошьем внешним белым швом. Итак, разбираем детали. Это перед, спина, но другая. Так не нужна. Перед, центральная деталь, спинка и накладываем в карман. Это половина брючек. Вторая половина будет выполняться абсолютно симметрично. Итак, первое, что мы делаем. Определяемся с количеством игл, на которых будем соединять. Соединять будем на вязальной машинке. У меня есть количество рядов. Я могу пересчитать их. Количество петель, чтобы не было никаких перетяжек. Пересчитываем. 37 сантиметров. По моей петельной пробе 37 сантиметров. Это 2,5 петли. У меня получается 90 игл. На 90 игл надеваем наши детали. Как будем надевать? Шов внешний. Внешний рубчик. Потому что можно, конечно, сшить внутренним швом, но мне кажется, приятнее и интереснее будет сшивание именно на машинке внешним швом. Итак, задача соединить. На 90 игл надеваем нашу конструкцию. Середина и карман это как бы единое целое. Вот таким вот образом мы с вами надеваем сначала изнанкой к нам спинку, потом лицом к нам в серединку, потом на них уже наденем карман. На самой-самой кончике за протяжки надеваете на 90 петель сначала вот эти вот две детали. Надели три полотна, спинка, середина, карман. Обратите внимание, на какой точке вы закончили надевать карман. У меня это на 20 петлях, поскольку 90 петель, 45 и 45. Как бы я не разворачивала, у меня все равно надевание полотна будет симметрично. Потому что понятно, что один раз я надену в эту сторону, когда буду надевать вторую часть, переверну. У меня край пойдет кармана с левой стороны. И все равно я карман закончу на 20 иглах, для того, чтобы у нас была полная симметрия. За самые кончики, за хвостики протяжки надели три полотна и начинаем соединять. Нюанс может быть такой, что не на каждую иглу хватает протяжки. Это не важно. Пускай нижняя часть надета протяжка на одну иглу, средняя часть на соседнюю иглу. Самое главное, чтобы на каждой игле была хоть одна протяжка. И теперь можно спокойно внешним швом, внешней объемной косичкой соединять все три полотна единоразово. Белая пряжа, видите, я соединила две нити, потому что одна у меня закончилась, начало, простите, вязания. Соединяем. Я взяла хвост, то есть остаток нити, который у меня был, когда закончила карман, соединила его с белой пряжей. И вот этот хвостик у меня уйдет внутрь полотна и будет не видно. Зато мне не придется брать новую нить и соединять вначале. И делаем соединение. Одна петля провязывается через все три протяжки и вторая воздушная. Одна соединяет все три полотна, одна воздушная. Соединяющая петля держит полотна между собой, воздушная прикрывает смену цвета. И дает эластичность полотну, потому что обычная косичка будет очень жесткая. Вот такая косичка дает возможность полотну двигаться. Узел, который у меня образовался при соединении нити, мы уберем внутрь. Таким образом соединяем все полотна между собой, кроме линии сидения. Перед спинку по линии сидения мы сошьем не белым цветом. То есть середину тела мы выделять белым таким рубчиком не будем. Его можно тоже сшить внешним же швом, будет тоже очень красиво и интересно. Но лучше, если так и делать, то все-таки цветом полотна. И получается вот такой вот шов соединительный, который у нас соединяет все три детали. Внутри вообще никакого шва нет, а снаружи достаточно симпатичная такая вот отделка. Соединяем четыре шва, то есть перед спинка с карманом с одной стороны, перед спинка с карманом с другой стороны и левой и правой части наших шортиков. То есть четыре шва. Собрали одну деталь, у нас получилось половина шортиков. Готово. И теперь нижнюю часть оформляем планкой сразу. У меня есть количество петель, они все открытые. По количеству открытых петель и навешиваем на машину. Карман и основа у меня тоже имеют одинаковое количество петель. Поэтому надеваю сначала карман, сверху основу, изнанкой к себе, на вязальную машину, целиком полотно. По открытым петлям. Надели петли открытые, провязали. У меня 12 рядов. Это планка, которую я сейчас надену на протяжки. И у меня будет обратный подгиб. Вот она, бросовая нить. Я ее не снимаю. Она мне прекрасно разделяет два полотна. Место, где начинается планка. Здесь ее по белому карману и так видно. И бросовая нить разделяет планку и основную часть брючика. Поэтому, ориентируясь на бросовую нить, надеваем протяжки на уголки. Бросовая нить, ее видно плохо, но видно. Поэтому, по ней. Наденьте, не ошибетесь. Вот она, бросовая нить, которая является отличным ориентиром. Если она будет контрастная к вязанию, совсем отлично. Все. И закрываете косичкой, не затягивая петли, потому что иначе будет жесткое соединение. Планка входит внутрь. И таким образом мы выполняем обратный подгиб. После того, как мы закрываем... Просто закрываете рабочей нитью косичкой через две петли. После того, как мы убедимся, что нам все нравится, все получилось, можно снимать бросовые нити. Можно было провязать один ряд, можно делать более рыхлые петли. Закрывайте, как вам больше нравится. Следующее, что мы делаем. Сшиваем по переду небольшой шов. Не до конца, немножко. И выполняем планку. Точно по такому же принципу, как делали ее в нижней части ноги. Здесь, шортиков. То есть мы надеваем открытые петли на машинку и провязываем планку. Надеваем протяжки и закрываем. Если вы не проходите в машину, такое вполне возможно, если у вас размер немножко больше, чем у моей модели. Провязывайте отдельно планку по переду, отдельно планку по спинке. Либо по переду, если не хотите шов, выводите середину и хвостики отдельно. То есть провязывайте планки частями. Потом их просто сошьем. Итак, планка готова. Либо две планки по отдельности. И нам остается только зашить швы. Еще такой нюанс. Если у вас карман, видите, не держит форму. У меня карман рыхлый, видите, такой мягкий. Планка получается гораздо жестче и шире, чем узор. Поэтому форму не держит, оттопыривается. И так он будет вести себя и на модели. Берем тоненькую резиночку и вставляем подгиб. Получается плотно держащий форму. Видите, никуда не девается наша планка и карман отлично прилегает к телу и к шортикам. Поэтому, если вы делали планку, у вас есть возможность вставить внутрь планки подгиб резинку. Если нет возможности, можете воспользоваться резиновой нитью, прошить изнутри полотно и прижать к шортикам. Получится вот такой достаточно хороший эффект. Сейчас остается убрать нитки и зашить брюки. Сначала зашиваем ноги. Видите, у меня стоит метка в том месте, где по переду начинаются ноги. Совмещаем. Зашиваем от метки и от начала убавок до края ноги. С одной стороны. И то же самое делаем с другой стороны. Метки ставьте всегда и везде. Лишними не будут. Зато не придется искать вот эту точку начала убавок. Если убавки не явные, вот как на спинке, явная убавка, резкая убавка петель, там метки ставить не обязательно. По переду такой явной убавки нет. Эту точку пришлось бы искать. Она, конечно, есть, но чтобы ее совсем не терять, ставится метка. Это всего лишь на петлю привязанная такая вот веревочка. Совместили. И зашиваем. Можно воспользоваться хвостиком, который есть. Можно взять нить отдельно. Зашивать плотненько, потому что все-таки это шорты. Это место, которое будет иметь... Ну, на ногах нет, а линия сидения будет иметь нагрузку. Ее нужно зашивать очень плотно, серьезно крючком. То есть никакими швами иглой, тоненьким таким, в одну ниточку зашивать не стоит. Все изделия, которые имеют нагрузку, натяжение, зашивают очень серьезно, чтобы не было возможности этот шов порвать. Итак, берем нить рабочую и зашиваем. Для того, чтобы у нас в месте, где мы зашиваем, не было неприятного рубчика, так такое частенько бывает, когда мы зашиваем планки. Берем петельный столбик. Можно зашивать внутрь шов на планке, но она такая маленькая, что это будет сложно сделать. Поэтому смотрите, как правило делают. Сделали первую петлю и поехали зашивать дальше. А мы эту первую петлю зашиваем не вверх, а сначала выполняем соединительную петлю, которая стягивает у меня оба края. И только после этого я иду назад и зашиваю. Ориентируюсь на лицевую часть, конечно. Зашиваю, соединяю края полотна. И при этом смотрите, что получается. При этом у нас получается абсолютно ровное соединение без рубчика, без вот этого перекоса, который... Вот, ровная-ровная линия. Без перекоса, который бывает, когда мы зашиваем, не делая вот эту верхнюю петлю. И таким образом за петельный столбик зашили от края шорт до метки, до начала линии сидения. С одной стороны зашили ножку и с другой стороны. Осталось сделать шов сидения. Итак, у нас ножки зашиты. И зашивать линию сидения будем по принципу шитья. Вот как в шитье это делают, так же мы в вязании делаем. Так, одна сторона у нас остается вот таким образом, а вторую мы выворачиваем и вставляем внутрь первой. И получается, что у нас шорты складываются естественным образом. Вот она, линия. И нам вообще ничего придумывать не надо. Совместите. Так, метки можно уже убрать. Они свою задачу выполнили, отработали. Швы четко соединяем. Соединяем спинку. Соединяем перед. Ну, перед я, как вам говорила, уже немножко зашила для того, чтобы сделать планку. Поскольку у нас детали абсолютно симметричны, они идеально укладываются. Таким образом вам никуда от ничего не нужно не придумывать. Все уже лежит идеально, ровно, идеально. Готово для соединения. И вот таким способом мы с вами получаем идеальный шов по линии сидения. Нам, опять же, не надо ничего стыковать в самые ответственные точки, которые нельзя, чтобы она расходилась хоть как-то, хоть немножко. Поэтому здесь у нас будет единый шов по линии сидения. Никогда ничего не разойдется, никогда ничего не порвется. Будет очень аккуратно смотреться. Здесь у меня есть хвост, которым я зашивала краешек для того, чтобы сделать планку. Вот к нему привязываю рабочую нить. И этой же нитью продолжая по петельному столбику зашиваю линию сидения. Следите, чтобы четко совместился шов по ногам. И доходим до планки. Планку, естественно, мы не зашиваем. Планку мы зашить можем вот этой же рабочей нитью, которая у меня цвета планки. Только с лицевой стороны. За столбики с лицевой стороны изнутри мы будем вставлять резинку, потому что такой огромный пояс требует, конечно, стяжки. Мы будем вставлять резинку уже по модели. То есть надеваете шорты на модель, на которую вязали, и по ней корректируете размер резинки. Зашиваете, но это уже стандартная процедура, я думаю, вам знакома. А сейчас осталось только дошить линию сидения. Убрать хвостики. Все хвостики убираются в планки. Если есть где-то хоть какая-то планочка, это спасение для хвостиков. Ничего не надо придумывать. Завязали. Неселок, чтобы ничего не развалилось, не оторвалось. Убрали планку. Подгиб. Хвостика нет. Никакой ни дырочки, ни отверстий. Все идеально, ровно получается. Так убрать все хвостики. И дошить линию сидения. После чего вставить резинку в талию. И шортики готовы. Продолжение следует. Продолжение следует...